В прямом эфире программа «Вопрос депутату». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Еще раз здравствуйте. Итак, 4 марта 2012 года у нас в городе состоялись выборы в местный городской совет. В этом году было создано 10 округов. Соответственно, в городском совете сейчас 10 депутатов – это представители от округов. Еще 10 – это представители политических партий. Итак, сегодня у нас в студии депутат от Южного округа, от округа номер 5 – это Гаврилов Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы уже в третий раз были избраны депутатом в местный совет. Скажите, пожалуйста, что вас все-таки подталкивает идти на это и баллотироваться в депутаты? Ну, хотелось бы мне, во-первых, обратиться к моим избирателям, поблагодарить избирателей, которые поддержали мою кандидатуру в день выборов и избрали меня депутатом городского совета. Являясь депутатом, я постараюсь реально принести пользу жителям города, поскольку обладаю необходимым знанием и опытом общественной работы. Но, отвечая на вопрос, хочу сказать о том, что всю свою сознательную жизнь я живу и работаю в городе Кумертаву. Я вижу проблемы нашего города и его граждан, и мне они не безразличны. Поэтому я выдвинул свою кандидатуру в кандидаты в депутаты в городской совете. Насколько сложной оказалась для вас все-таки предвыборная эта работа, и можно ли ее назвать одной из самых сложных, которая у вас была? Ну, за период выборов и первого, и второго созыва сравнить третий созыв, надо сказать откровенно, что третий созыв был намного сложным. Почему? По той причине, что, значит, выдвигались 10 депутатов по одномандатному списку и по списочному составу, значит, партии. По одномандатному выдвигались несколько кандидатур, это 4 от различных партий. Поэтому сложности в этом напряженности, конечно, было. Раньше такого не было. Значит, что было сделано мною? Была разработана предвыборная программа, были организованы встречи с избирателями в школе номер 1 и в школе номер 14, а также состоялась встреча с председателем домовых комитетов. И что мне понравилось? Активность наших избирателей, которые ставили свои вопросы и которые хотели бы, чтобы эти вопросы решались. Вот это мне очень понравилось. Конечно, и ответственность избранных депутатов на те вопросы, которые задавались нашими избирателями и выполнение этих вопросов. Сейчас еще один вопрос от меня и уже телезрители до нас дозваниваются. Хорошо. А 5 марта вы узнали о победе. Кто был этим источником информации для вас? Кто сообщил? И вообще, когда шли на выборы, была уверенность, что победите? Ну, я не думаю, что была так сильно уверенность, что победим или не победим. Но была цель и задача. Раз я был выдвинутым, значит, полицоветом Единой России, поэтому цель стояла победить, значит, в этих выборах. Ну, и что я почувствовал? Ну, чувство первой ответственности и чувство, что прибавилось много работы. Угу. Сейчас вопросы от телезрителей. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 2-26-99. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Моя фамилия Забков Николай Васильевич. Пенсионер и предприниматель. У меня вопрос немножко не свойственный, Виктор Николаевич Гаврилов. Ну, такой. Почему, значит, город на протяжении двух дней или трех даже парализован из-за, в связи с тем, что никто не чистит улицы? Несмотря на, где накратно кому-то не обращаешься, бесполезно. Почему? Мы платим огромные налоги, как предприниматели. Куда не деваются. Особенно в этом году, когда снега фактически не было. Я вот сейчас по юго-восточной, третий день не могу на внедорожнике даже выехать. Угу. Все. Спасибо большое за звонок. Действительно, злободневный вопрос в течение этих двух дней. Я сам убеждаюсь даже по своему двору. Значит, эти вопросы стоят в администрации. Значит, оперативка, которая проводилась в понедельник, значит, сейчас принимаются меры по очистке не только городских улиц, но и очистке дворовых, значит, площадок. Я думаю, в течение завтрашнего дня эти участки будут уже очищены. Но стоит под контролем главы администрации Беляева Бориса Владимировича. Угу. Ну, а в новом созыве, в третьем созыве почти половина – это новые лица, новые депутаты, которые до этого ни разу в качестве депутатов в Совете не работали. Насколько сложно будет работать, ваше мнение? Ну, сказать, что каждый состав соответствует своему времени. Действительно, новый состав Совета значительно омолодился. Надеюсь, что энергия молодых и опыт зрелых депутатов создадут тот сплав, который необходим для плодотворной работы на благо наших жителей и города. Ну, может быть, выйдет на новый уровень развития как в социальном, так и в экономическом плане. Я на это надеюсь. И уже первая, значит, сессия показала это, что люди настроены на работу. Не на политические какие-то дебаты, а только на работу. Ну, как будет вообще строиться работа Совета? Вот три политические партии представлены сейчас в Совете – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «ЛДПР» под разными лозунгами люди шли. Ну, прошли, да, сейчас. Все устаканится, либо будут продолжаться все-таки вот эти лозунги, либо будем работать спокойно. Ну, мое мнение такое, потому что я еще на теледебатах выступал и говорил, еще раз могу повторить, что, значит, городской совет – это не площадка для теледебатов или каких-то политических своих амбиций, которые нужно высказывать. Это простая рабочая лошадка, темная, которая работает и должна работать совместно с администрацией, решать те проблемы, которые возникли, искать, значит, те меры, которые, чтобы закрыть эти проблемы. Поэтому вот одна из проблем, которую сегодня уже задавали мне, значит, наши горожане, что неочищенные дороги. Там некогда будет разделять на партии и говорить о своих политических вот этих взглядах. Надо будет решать проблемы наших избирателей, наших горожан. Вот эта работа должна быть не разделена на отдельную партию, партия или «Справедливая Россия», или партия, скажем, «Единой России». Цели одни, чтобы, значит, наладить работу в городе, работа предприятий, чтобы было хорошо жить нашим горожанам, чтобы благоустроенно были территории, значит, наведены везде порядок. Ну, а такой вопрос у меня, чем сейчас заняты депутаты? Было пока только одно заседание, ознакомительное. Дальше что будем делать? Я бы сказал неознакомительно. Самое главное было вот это первая сессия, это организационное заседание Совета, на котором был избран руководящий состав, были сформированы рабочие комиссии. Например, я возглавляю комиссию по вопросам собственности, использования земель и природных ресурсов, аграрным, экологическим, чрезвычайным ситуациям. Это уже комиссии определены и состав депутатов, которые входят в эту комиссию. Значит, уже на 17 апреля назначено публичное слушание по вопросам использования земельного участка по улице Бабаевская. Значит, в газете «Времени» уже это напечатано и хотелось бы, чтобы горожане приняли активное участие в этих публичных слушаниях. Значит, внесено в городской совет администрации города план мероприятий по реализации на 2012 год по основным положениям послания президента Республики Башкортостан, где, значит, послание возглавлено президентом «Работа для людей». В нем, значит, расписано, я вот специально прихватил этот проект, который будет рассматриваться на этой сессии, и оно задействовано будут все комиссии, которые уже назначены. На втором заседании. На втором заседании, который вот этот проект вносится. И все эти комиссии будут работать. Первое – это вот развитие промышленного сектора, строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Значит, получается, там где-то пунктов задействовано 12. Значит, второе – бюджетная и налоговая политика, развитие малого бизнеса, торговой отрасли и сферы бытового ослуживания. Много множественных вопросов. Третье – социальная защита населения, здравоохранение, занятость, обеспечение правопорядка. Далее – значит, развитие системы образования. Пятое – реализация молодежной политики, культурно-духовного развития общества, развитие физической культуры, спорта и туризма. Далее – значит, деятельность органов местного самоуправления, информационно-разъяснительная работа. Как видите… Вопросов действительно много, да? Да. Вопросы, которые охватывают всю сферу жизни, деятельности нашего города. Поэтому предстоит большое обсуждение принятия этой программы, но не только принятия этой программы. Приняв, надо же эту программу еще контролировать и реализовать. Значит, предстоит большая работа. Совершенно верно. Сейчас телефонный звонок принимаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Мне бы хотелось услышать ответ от господина Гаврилова. В 2003 году силами водоканала была произведена замена магистральной водопроводной трубы по улице Тургенева в Питках. Вот с 2003 года асфальтовая покрытие нарушена до таких пор, что сейчас невозможно ни пройти, ни проехать грязь везде. Когда это будет восстановлено? Спасибо большое за звонок. Да, спасибо. Значит, я к этому разговору вернусь по весне. Значит, мы вместе с вами посмотрим эту дорогу. Если было разрушено асфальт в покрытии, то будем смотреть и ставить вопросы, значит, оказание помощи или водоканалу, или включение в план для асфальтирования этой дороги. Если это была гравийная отсыпка, гравийную отсыпку произведем этим летом. Наведем порядок по этой улице. С какими вопросами зачастую обращаются к вам люди? Вы ведь 6 лет проработали депутатом. Есть наверняка какая-то статистика у вас своя внутренняя? Ну, если сказать, какие вопросы, статистика которой, разные вопросы. Бывает, значит, личная проблема, бывает трудоустройство. Бывают те вопросы, которые приходится решать не сиюминутно. А бывают те вопросы, которые приходится по звонку решать. И эти вопросы решаются прямо на месте в течение, скажем, того часа, когда позвонили. А бывают долгосрочные вопросы, которые приходится обращаться как в республику, так и приходится в Россию. Поэтому есть и вопросы, которые еще по второму созыву. Они у меня два вопроса остались под контролем. Мы эти вопросы, конечно, дорешаем и дадим избирателям конкретный ответ. Независимо от того, что я избран по другому избирательному округу. Ну, вы уже сказали, 17 апреля намечено публичное слушание в вашей комиссии. Как вообще себя горожане проявляют? Насколько мне известно, все-таки людей бывает на публичных слушаниях очень мало, горожан. Значит, справедливо это замечено. В Касиме в комиссию входят 4 человека. В составе комиссии я вхожу как председатель этой комиссии. Не комиссия, а комиссия депутатская. Возглавляет его первый заместитель Калимулин. Но, конечно, о публичных слушаниях в газетах массовой информации эти объявления были. И очень плохо, что горожане не активно участвуют на этих публичных слушаниях. Хотелось бы услышать мнение горожан, их предложение. Но, может быть, от того, что люди считают, горожане считают, обратившись в эту комиссию, никто не обратит внимания на поставленные вопросы. То есть, нет, комиссия рассматривает каждый вопрос после принятия этого решения. На сессии городского совета докладывают результаты публичного слушания, количество поступивших вопросов и принятого решения. Но на сей раз 17 апреля будет рассматриваться вопрос отведения земли под... Значит, использование земельного участка по улице Бабаевского. Это земля как раз между ГАИ и вот этой стоянкой, где раньше были теплицы. Там планируется предварительно строительство торгово-развлекательного комплекса. Ну, наверное, все-таки люди должны прийти. Вопросы? Да, я думаю, да. Потому что недалеко безразличны иметь какие-то развлекательные или торговые предприятия, которые должны работать в нашем городе. Еще один телефонный звонок принимаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Скажите, пожалуйста, вот я хотела обратиться с просьбой. Везде мы уже обращались, а по Карла Марса 25 у нас 11-я квартира. Наверху живет бабушка, 84 года. Опекуны получают за нее деньги, но никто за ней не ухаживает. Она пьет, затопляет уже, шестой раз затопляет за год, представляете? Ночью стучит по батареям, не знаю, их батарейки привязывают. В общем, непонятно, что, да, обращались к капитанам, кто-то ухаживает за ней должен. И, в общем, никаких двигов нет. Беляева обращались, уже в милицию, уже не знаем, куда обращаться. Все понятно, спасибо большое за звонок. Хорошо. Мне бы хотелось, чтобы вы позвонили на телефон 436-23 и конкретный адрес. Если можно в письменном, можно так и в устном виде. Чтобы я мог этот вопрос записать и мог обратиться, и потом мог, значит, доложить или довести до сведения о принятом этом решении. Ну, вот у нас времени, к большому сожалению, очень мало осталось. На что депутаты будут в начале своей работы делать упор? На какие вопросы? Коротко. Ну, первое, упор, я думаю, наверное, будет сделано на обращение горожан. Те вопросы, которые задавались при выборной кампании, и эти вопросы, они комплектовались, они записывались. Поэтому и планы, те мероприятия, которые будут разрабатываться и разработаны на 2012 год, будут учитываться все те проблемы, которые ставили горожане. Ну, и, соответственно, исходя из этого, выполнение этих планов. Виктор Николаевич, ну, вы еще являетесь директором водоканала. Вот у меня вопрос. По весне обычно говорят, воду из-под крана пить нельзя. Действительно так? Это абсурд. Дело в том, что у нас прекрасная вода в республике, занимает призовые места. И воду, которую мы разливали, мы имели награждение диплома «100 лучших товаров в республике». Значит, во время весеннего паводка, осеннего паводка, ужесточается контроль как со стороны Роспотребнадзора, так и с нашей лабораторией. Поэтому вода, которая идет из-под крана, я лично его пью. Все, после эфира пьем воду. Не вопрос. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Спасибо большое, уважаемые телезрители, что были с нами. С вами наша программа «Вопрос депутату» будет еженедельно, каждый вторник в 7 часов вечера. Пожалуйста, включайте телевизор, мы будем в эфире. До встречи.